Мир механизмов и машин Добрый день, ребята! Этот ролик я назвал Монстроходы. На самом деле это машины с достаточно необычной конфигурацией. Первый маленький ролик мне прислал водитель Дмитрий, где-то там в сервисе отснял DAF. Достаточно старая машина с колесной формулой 6х4 с буртовыми редукторами. Посмотрите его! Вот такой красавец. 530 кобыл. Мотор Cummins. И в такой конфигурации я DAF не видел. Раз мост. Два моста. Реально два моста с бортовыми. Это что-то с чем-то. Ну геррифицированный. Значит соответственно под тонаром. Там в ремзоне второй. Такой стоит пока синий. В такой же конфигурации. Обалдеть! Прям красотень. Драконы какие-то. Вторые данные по автомобилю мне прислал клиент, с которым я работал наверное в конце лета того года. Прошло достаточное количество времени. Выбирали мы автомобиль Mercedes с 502 двигателем V-образный 8-цилиндровый. Очень интересный автомобиль. И знаете, они его купили и большие молодцы, честно сказать. Я такое вижу в первый раз. Они его купили и полностью отремонтировали, разобрав до рамы и собрав назад. Вот посмотрите, что было с автомобилем и какой он стал. Вот у нас потихонечку идет процесс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Главные действующие лица Ну как? Ну и третий ролик я отснимал сам Выезжал к автомобилю, который явно был сделан для очень непростых условий эксплуатации Боковое двойное остекление Посмотрите, все увидите сами Машина 21 года, с низкой кабиной, крыша низкая Прошивка 480, DXI 13 Передняя резина почти новая Диски тормозные, отсюда не видно Резина стоит широкая Задняя резина, этот баллончик Continental уже ремонтировался Ну где-то она не сильно по дорогам ездила Задняя резина уже такая Поизуношенная И с левой стороны тоже Но стоит она давно Пневомобаллоны уже Нижние чашки заржавели Втулки амортизатора уже все И амортизатор снимался снизу Или протягивался Рено пневомобаллоны стоят оригинальные Высокое седло установлено Что-то таскало серьезное С правой стороны Расход Резины такой же, как и слева Continental по кругу Но в принципе это уже все На выброс С правой стороны Где-то прижали И бак паяли Скользячку Кабина в точечной сварке Масса выведена за кабину Видимо по ДДР И таскала она скорее всего бочку Наверное С правой стороны Переднее правое колесо почти новое Ну и в принципе Выглядит она неплохо Оптика стоит оригинальная С левой стороны Где-то притерливо Бампером Ну практически нет Сейчас нагреется Посмотрю Утеплена Вот так вот мордяха Антифриза нет И он совсем-совсем на дне Пружинная подвеска Ну интеркуллер вроде целый Сюда камушки прилетали Номер хорошо читается 300415 Двухлистовая передняя рессора Усилитель бампера С правой стороны цел Повреждений нет С левой стороны Все стоит оригинальное Гидроусилитель руля не течет Двигатель Евро 5 Кабинный лонжерон Слева справа цел Повреждений нет Коробка никогда не снималась Система воздухоподготовки Масла не кидает Хвостовик Не течет ни один И редуктор заднего моста Не снимался Здесь тоже хвостовик не течет И редуктор целый Инструментальная ниша целая Повреждений нет Левая задняя и правая задняя Часть кабины Повреждений не имеет А следов ремонта тоже Видно, что машина ходила Где-то холодно Где было Вообще экзотический автомобиль Здесь подрамник сидельного устройства Чуть помят Что-то на него упало Стекло лобовое под замену Ух ты Вытепление Маленькая кабина Лучше Прогрев Для этого и брали Холодильник Автономка здесь жидкая О, кто-то глушит адреналин И сухая Да, действительно Обалдеть Тахограф не откалиброван 17.03.20.20 Калибровке не подлежал 30.0415 Вин его Люфт отсутствует Рулевое колесо Крутится без посторонних звуков Оксида азота Предельное значение превышено Модуль системы мониторинга Отсутствует информация Подтипе 5 ошибок Активная зона Оксида азота Предельное значение Дозировка от Blue Датчик NOX Перед катализатором СКР ошибка связи Информация подтипе Модуль управления от Blue А тут от Blue не отшивали Отшито Да, полностью Некорректно отшито Вот GTX тоже отшивал 50 тысяч за это взяли Ох, топорные ребята Топорные ребята 101.163 километра 3318 Почти 319 моточасов Двигатель грели От 101 до 104 градусов В течение 5 часов Это верхняя граница нагрева Перегревом не считается Основная рабочая температура От 98 до 101 Даже не так От 95 до 98 440 моточасов Масло до 120 градусов 2 часа Но это уже не гуд Верхняя граница Нагрева масла Считается 115 А здесь от 115 до 120 Скорее всего масло Не часто меняли Я так думаю Основная температура От 80 до 95 819 моточасов Сонные данные Защита двигателя Машина считает Что отклонений Никаких критических не было Моточасы Общее время 4866,3 моточаса Связано с тем Что машина находилась В каком-то регионе Где морозы Поэтому Моточасов больше Чем пробега Топольная составляющая 54,79 литров На 100 километров Обалдеть Вот она поэтому И большая Расход топлива 55246 литров Разгонялась она Больше 119 км в час В течение 123 часов А средняя транспортная скорость У нее От 34 до 42 км в час 1471 моточас Ну практически ползала Расход топлива Литров в час 1,7 1,85 2 2,05 Но сейчас компрессор включился Сейчас он отключится Расход топлива упадет А до этого он прыгал От 1,45 до 1,55 Есть пропуски небольшие Трансировка цилиндров Первый плюс 8 Второй минус единица Третий плюс 7 Так, 8,8 16 получается Первая группа цилиндров Вторая группа цилиндров Четвертый минус 19 Вот он и пропуск В обратку Пятый плюс 4 Шестой минус 1 Почти в половину Разница между Первой группой И второй Форсунка Четвертого цилиндра Не совсем исправна Но кабина Выглядит вот так И самая большая глупость Это Рено Перепрограммировали Как владелец говорит В категорию евро 0 Сделали по-моему Это в Екатеринбурге Если мне память не изменяет Он рассказывает И на сервисе Global Truck Service Слушайте Если вы ни хрена не знаете Как работает машина Зачем же вы ломаете Эти автомобили Я сейчас Обращаюсь к этим В кавычках Сервисменам Чуть с языка не сорвалось Я их по-другому хочу назвать Всегда Вот этих вот Которые ломают машины То есть в принципе Они приканчивают двигателя Автомобилей За счет владельца Классный бизнес Просто дальше некуда Во Поэтому После такой перепрошивки И после такой эксплуатации В таких широтах Эту машину покупать Большого смысла не имеет Сами вы видите В расширительном бачке Практически отсутствует Охлаждающая жидкость Куда она делась? Вопрос В масле ее нет И подтеков на двигателе Тоже нет Слушайте Ну машина экзотическая Таких машин Не выпускается серийно Эта машина действительно Создана для Транспортировки Каких-то специальных грузов И Условия работы Такого автомобиля Достаточно жесткие Да Двойное остекление Подогрев аккумуляторов Подогрев Сброса воздуха Две Автономки Одна мокрая Одна сухая Серьезный аппарат Пробег у него маленький Но моточасов У него 1250 Приблизительно Согласно Картинке Информации От блока управления двигателем Вот Конечно машина ездила Там где дорог нет Конечно машина ездила Там где грязи по уши Конечно машина ездила Там где Морозы совершенно жесткие Далеко за 60 Поэтому это надо все учитывать Стоимость такого автомобиля 13 миллионов Но машин конечно интересные Я такую третью вижу за год всего И часто это встречается Поэтому Интересно было посмотреть На такой автомобиль Ну а на сегодня все ребята Всего доброго Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok